Всем здравствуйте! Сегодня у нас на обзоре автомобиль Santa FDM 2013 года. Комплектация премиум. Цвет автомобиля темно-серебристый с панорамным люком. И давайте проверим ее на покраску, посмотрим вместе, где есть крашеные детали. Но заранее предупреждаю, что эта машинка без краска, мотор ровно работает. Минусы по кузову не так уж много есть. Но все-таки давайте мы вам покажем. Несмотря на то, что у нее пробег большой, машинка в хорошем состоянии. Ну что, давайте начинаем проверить ее на покраску. И посмотрим, есть крашеные детали или нет. Так, капотик у нас не крашеный. Правая сторона переднее крыло, не крашено. Правая сторона передняя дверь, не крашено. Правая сторона задняя дверь, тоже не крашено. Так, тут арка нет. Правая сторона заднее крыло, тоже не крашено. Так, на арку посмотрим. Вот, видите, не крашено. Так, резиночки снимаем. Так, как видите, у нас фарочные точки все на месте. Так, крышка багажника, тоже не крашено. Так, левая сторона заднее крыло, не крашено. Так, с фарочной точки тоже все на месте. Так, левая сторона задняя дверь, тоже не крашено. Левая сторона передняя дверь, тоже не крашено. Левая сторона переднее крыло, не крашено. Так, как мы сейчас смотрели, машинка в родной краске. Давайте вот это еще посмотрим. Вот, смотрите. Так, машинка в родной краске. Сейчас посмотрим по кузову. Посмотрим, где есть царапинки или что-нибудь такое. Так, на капотике, смотрите, да, есть. На капотике вот такие сколы есть от камня. Тут даже в жавку пошло. А так остальное нормально. Так, тут вверх капот чистенький. Бампер у нас тоже чистый. Так, диски у нас тоже чистенькие. Ну, мелкие царапинки, вот они есть. Ну, не так уж сказать, что прямо. Ну, тоже машина не новенькая. Есть маленькие царапинки. Так, на заднем двери тоже есть. Ну, конечно, надо машину полировать и еще там убирается из царапинки. Так, тут у нас тоже диск в хорошем состоянии. Да, вот тут есть на заднем бампере. А, подождите, это убирается. Это какая-то грязь. Ничего, чистая. Так, крышка багажника тоже у нас в хорошем состоянии. Так, диски тоже у нас чистые. И тут вся сторона чистая. Вот. Так, машинка в хорошем состоянии. И еще 7 местные. Продолжаем делать видеообзор на автомобиль Сантов Эдиен 2013 года. Сейчас посмотрим по салону. Так, тут у нас на боковые зеркала есть повторный поворотник. Бездоступный ключ. Карта двери у нас в хорошем состоянии. То есть, кнопочки целенькие, чистенькие все. Так, 13-й год. Электропривод. Все работает. Спинку. Так, спинка. Упускается, но не поднимается. Вот. Единственный минус. И водительское сидение чуть-чуть тут порвано. Дальше. Так, заводится достаточно легко. Нет никаких претензий. Так. Понем... Так, панель у нас чистенький. Пока я вытащила эту бумажку, замучилась. Так, панель у нас чистенький. Тут это, наверное, были ли телефоны, или что-то. А так ничего. То есть, не порван, ничего. Все целенький. Так, пробег автомобиля 183. Руль у нас в хорошем состоянии, кожаный. То есть, муки руль. Круиз-контроль. Подключение к Bluetooth. Когда водим машину и хотим с кем-то разговаривать, вот есть подключение. То есть, можно спокойно-спокойно разговаривать и водить в машинку. Так, старт кнопочка у нас. И монитор. Так, радио у нас работает. Монитор тоже работает. Кнопочки работают. Так. Тут снимали карточку. Так, все кнопочки работают. Тут тоже. Тут тоже все кнопочки у нас в рабочем состоянии. И еще. Тут никакой ошибки нету. Как видите, все чистенько. Так, климат-контроль. Все, идеал работает. Все отлично работает. Так, камера заднего вида у нас тоже есть. Видеорегистратор. И два ключа, как говорите, вот повешали тут на зеркала. То есть, два ключа есть. Сейчас посмотрим коробочку. Так, могу сказать так. Несмотря на то, что на машине пробег 183, коробка в хорошем состоянии. Так, камера заднего вида. Все раз в заднем. Дальше. Тут у нас есть подогрев. Трехконтурный водительский и обдур тоже есть. И на пассажерской тоже самое. Есть подогрев, трехконтурный и обдур тоже самое. Так, тут есть для флажки, для ВСП. Дальше. Пассажирская дверь у нас тоже в хорошем состоянии. Так, этот сидушка тоже в хорошем состоянии, то есть пассажирская. И тут у нас люк. Ну, вот смотрите, какая грязь у нас в машине. Но когда мы будем, если мы купим ее, когда мы будем отправлять, конечно, она у вас так не приедет. Так, люк посмотрим. Так, панорама, люк. Все отлично работает, люк. Да, все хорошо. Дальше сейчас посмотрим. Задний диванчик. Так, тут у нас задняя дверь. Карта двери, то есть в хорошем состоянии. Так, тут у нас на заднем двери карта двери у нас в хорошем состоянии. Так, есть подогрев заднего диванчика. Диванчик у нас в хорошем состоянии. так подлокотник и тут есть подставка для стаканчиков тут все чистенькой идеал задний диванчик у нас хорошем состоянии так дальше пойдем посмотрим багажнике так как я вам говорила что у нас автомобиль 7 местный тут у нас багажнике есть мелкие царапана так сейчас посмотрите ли я сиденье в хорошем состоянии вот все чистенько все в хорошем состоянии дальше тут у нас на правой стороне с парочной точки все на месте болты не скручивались и тут тоже не скручивались так и на левой стороне тоже сварочные точки все на месте смотрите-ка красиво смотрится автомобиль и остался нам посмотреть под капотом сейчас вместе посмотрим и пойдем дальше под капотом так тут у нас на водительской стороне как видите болты не скручивались тут тоже не скручивались все на месте на капоте также не скручивались так объем двигатель двойной и на правой стороне тоже у нас болты не скручивались так вы видите замена замена на этого автомобиля нету так сейчас что у нас все на месте поколинка целая и ландерон ландерон тоже целый так ландерон целый на моторе так мотор у нас сухой где масса не стекает все сухо все чистенько и мотор ровненько работает а вот тут да тут есть чуть-чуть масла где-то видите вот оно так вот отсюда и тут вот чуть-чуть масла пикает а так на то все в хорошем состоянии так и на левой стороне тоже так ландерон целый 9 видно боковинка целая продолжим у нас временные заминки со вторым телефоном поэтому продолжим снимать под капотом автомобиль я напоминаю что это хендай фанта фэй дием 2013 года серым цвете остановились мы на съемку под капотом давайте сразу будем смотреть левая часть крыла у нас не снималась все хорошо все целенько смотрим крыло у нас левое не снималось капот у нас бюро 9 объем 2 правое крыло у нас и капот не снималось не выкручивалось все в хорошем состоянии сразу смотрим чашку на правой стороне все ровненько все свои смотрим боковинку все видно что все целенько не спичь мячем нету сразу же смотрим ландерон ландерон у нас в порядке целенький продолжаем челочку смотрим отсек между двигателем и радиатором все ровненько сухо ничего такого нету продолжаем так вот мы видим что возможно где-то слайм или подрубок вот это вот масло здесь есть это не критично оно не бежит ничего возможно если сейчас воздушные патрубы все что то и видим но на данный момент я не вижу так давайте сразу продолжим получается у нас левая сторона ландерон так как я под аккумулятором не могу посмотреть что с ним походим так ландерон у нас в порядке смотрим сразу левую углу боковинку видно да что все цело так давайте посмотрим брызгает ли масло видно нет и нет масло не брызгает он будет перевернуть так не стреляет что касаемо масла его надо менять получился вот такой вот автомобиль я бы сказал в идеальном состоянии людишки приходят смотрят я думаю автомобиль достойный но все замечания вы слышали вы вы что вы 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 вы